И ещё чуть-чуть, чуть-чуть, главное вовремя это сделать, вот главное вот подловить момент, чуть-чуть, Стёпушка, и, и, давай, впервые, и вторую сразу же, и вторую, опа, какой молодец, ща будут, вот, я вам отвечаю, ща будут самые вкусные сосиски в вашей жизни, которую вы только пробовали. И сейчас, Стёпушка, по 30 секунд с каждой стороны, 30 секунд пройдёт, вот, она уже готова, снимай сразу, снимай, пока не подгорели, всё, давай, выбрасывай мелкому, мелкому и мне, давай вот сюда, опа, вкуснятину сейчас тобой захомячим мелкий, так, давай следующее, ой, вот слушайте, ну хорошо так посидеть-то в мужской компании на самом деле, вот это Рикардо, правда, не хватает, Генки Петровича не хватает, но у них там свои дела, ладно, Ванчос, ты давай, родились, как жизнь-то молодая, мы с тобой последней серии 20, наверное, не видели, что у тебя здесь на ферме-то произошло, а? Да, всё по-старому, нечего рассказывать, за фермой слежу, бате помогаю, с Аленкой встречаюсь. А, кстати, вот, а по поводу Аленки, мы её ещё дольше вот это не видели, чем тебя, если тебя 20 серий, Аленку мы серии 30 не видели. Кстати, где Аленка, может, позовёшь её сюда? Да дома, на кухне опять варганит, небось, чё-то там на кухне. Слушай, мелкий, кабанчиком сгоняй, вот это к дому у Ванчоса, позови сюда Аленку вот эту. Давно мы её просто не видели, в комментариях просто подписчики постоянно меня спрашивают, где Ваня, где Ваня, где Аленка, где Аленка. Когда дома они сидят, отдыхают, а чё это им в наших вот этих проблемах там разбираться? Нам хватает проблем, чё ещё Аленку сюда звать Иван Чоса? Аленка? А ну, мелкий, иди, истань возле неё, иди, 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 иди рядом с ней, постой. Господи, вот это-то. А ты чё так раскабанела, кобыляк, а ты выкабалила просто? Ты смотри, на сантиметров 15 Выше мелкого стало Нифига себе ты мелкий Какой шкет для неё Не, ну как бы всегда так было Жарь дальше сосиски, Стёпа, не отвлекайся Всегда так было, девочки В таком юном возрасте, они как бы Всегда быстрее вот это вырастают Чем пацаны, пацаны их потом уже догоняют Где-то в 12-13 лет Ну чё, рассказывайте, как жизнь молодая Как живёт с вами здесь в селе В деревне, да, вот Свадьбу понемножку планируем Немного подрастём и поженимся Там когда-нибудь Так, подожди, так, Алёнке 8 лет, а тебе 10 Ванчос, какая к чёртой бабушке Свадьба, понемногу, как у вас свадьба Лет через 10 ещё будет, зачем её сейчас Планировать, ну ладно, как бы Дело ваше, я в ваши дела Влезать не буду, давай, Стёпа Вот ещё, ещё 5 секунд 5 секунд, и берёшь Переворачивай Я прямо сейчас пока не подгорела Давай, ну переворачивай Сейчас же подгорит, Стёпа Давай, да, Стёпа Вообще, рано, куда рано Я-то лучше за вот это умею Готовиться, сисёнчики, чем ты Ой, Стёпа, Стёпа А у вас что нового? Как жизнь ваша? Ой, Ванчос, лучше тебе не знать Лучше тебе не знать, как жизнь наша Давай так Я ничего тебе рассказывать не буду Когда наши проблемы закончатся Тогда я с тобой этим поделюсь Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь Ага Не хватало ему ещё знать про то, что маньяк сбежал Граф Дракула сбежал Главный бандит сбежал И у нас просто не деревня, не город, а жопа просто настоящая Потом, Ванчос, потом расскажу Так, Стёпушка Две последние вот эти сосисончики Вот эти дожаривай Забирай их с собой И потопали Мы-то прям сейчас отправимся в дом К бабке-ёшке Это почти последнее место Где могут обитать вот эта банда маньяков Которые сбежали из тюрьмы Сосиски забирай Мелкого забирай И сюда ко мне идите Всё, Ванчос, давай Хорошо, вот это приятно было посидеть Ещё когда-нибудь строим такой же пикничок Всё, Алёнка, тебе тоже давай, не хворай Потопали по центре Граф Дракула, бандит И вот этот маньяк Они могут быть дома у бабки-ёшки Фиг его знает, куда они вообще отправились Граф Дракула-то стал обычным человеком Вдруг он пришёл обратно к бабке-ёшке Бабка-ёшка его пожалела И приютила к себе домой И они опять вот это шуры-муры между собой мутят И опять встречаются Кто его знает, надо пойти и надо проверить Но только самое главное Вы-то будьте аккуратны Мы не знаем, что с бабулькой произошло за всё это время Мы же с ней последний раз виделись только тогда, когда я ей отдал половину всех своих бабок Потому что мы тогда с ней договорились, что она меня не кокает А я ей отдаю все свои баблишки Поэтому вы вот этот лишний раз рот не открывайте и с ней не разговаривайте Я буду вести все переговоры А ты, мелкий, в том числе Ты тут у нас самый разговорчивый среди всех Так, идём, стучим Я говорю, идём, стучим Мать моя, жить Это, это Бей его поварёшкой, Стёпа Бей поварёшкой по башке Мелкий, стреляй давай рогаткой Чё за сатана? А Стёпу-то ты за что сбросил? Поднимайся давай сюда, поднимайся Господи Это, это крокодил что ли? Стёпа, ты там, ты там аккуратней Бабулька совсем с дуба рухнула Она себе домашнего, домашнего питомца крокодила Стёпа! Он тебя сожрёт же сейчас, отбегай давай быстро Бабулька на старости лет совершенно с дуба рухнула Как только бабки появились Она себе домашнего питомца крокодила завела Так, ладно Поднимайте все сюда Сосисончик перекусим И звоним сюда, вот это, в двери бабульки Я-то надеюсь, что она дома Да открывай ты давай уже, карга старая Но мы же знаем, что ты всегда из дома не вылезаешь даже Так, ладно Времени ждать у нас нет Заходите, давайте быстро, быстро, быстро По одному туда заходим Внутрь, двери за собой Закрываем И поднимаемся На второй этаж А чё у бабульки дома? На полу валяются три ноутбука Ё-пят-пят-пят-пят-пят Шесть мониторов плазменных Одна огромная плазма Ну, приел, ты лучше, Степа, ничего у нее не трогай Ноутбуки не тырят, она тебя опять потом в жабу какую-то превратит Господи, так, на второй этаж поднимаемся Поднимаемся все вот сюда Аккуратно, мать моя женщина Она говорила, что на старости лет просто на пенсию хорошую хочет жить Но бабуля что-то сильно начала шиковать Как я вижу Половину бабок у меня отжала Золотые слитки себе бы она покупала А что это такое? Это бабулька пенсию впервые за всю свою жизнь за один день получила, что ли? Не, Степа, это не пенсия за всю ее жизнь Это бабки мои Это прицепа моих бабок, которые мы отдали бабке-ешке И она все золотые монеты, походу, в золотые слитки переплавила Мелкий, поднимись, пожалуйста, на третий этаж Проверь, не там ли она Потому что фиг его знает Что-то дома ее как-то нет Шикует Вы так посмотрите на нее Компе она покупала Телевизоры она покупала Есть кто-то мелкий дома? Нет, а да где она? Так, ну ладно Если дома ее нет Значит будем ждать, пока она вернется Ага Бабуля Это еще что за дичь? Господи Ты на что все мои бабки потратила? Ты ее на первый этаж На первый этаж быстро Она совершенно ей на старости лет спокойно не живется Ты что делаешь? Спуск Да куда? А брат, спускайся У нас к тебе разговор есть Спускайся сюда, бабуля Давай приземляйся на свои тарантайки летающие Давай А ну сдрысну с пути бабулькиного Молокосос мелкий Так, за ней За ней побежали Давай побежали Степа За ней побежали Ненормальная Она селетающие кресла На мои все бабки походу купила Бабуль Дело есть Я говорю Помощь твоя нужна Мы пришли за этим Граф Дракула Маньяк И главный бандит Из тюрьмы сбежали Они случайно Те сюда не приходили Так, так Слушай, она Она игнорит просто нас Она даже с нами не разговаривает От твоей помощи От твоего ответа Зависит судьба всего города Три маньяка на свободе И твой бывший муж тоже Граф Дракула Они сюда К тебе В последние несколько дней Случайно не приходили Помоги нам, пожалуйста Ну ты разве не видишь Что я занята У меня важные дела А не мешайте мне Какие важные дела Ты выключенный телевизор Смотришь Если ты зажралась И помогать нам даже не хочешь То тогда так прямо и скажи Это твои проблемы Не мои Не отбирай мое драгоценное время Милок Ага Слышь Слышь Нам помочь надо Тогда бабулька Подносит И даже не Отворачивается От меня Просто спиной ко мне Вот это Поворачивается Бабуль Ну помоги Пожалуйста Но если мы их не дойдем В ближайшем Несколько серий То они весь город Перерубососят Бабуль Последний раз Прошу твоей помощи А вообще Ко мне Педрушки Скоро придут Вам пора сваливать Отсюда Какие Педрушки Баба Так как Откуда у тебя Педрушки То вообще Педрушки Господи А на тусовке Здесь еще каждый день Устраивает Без нас Бабуля Ну Последний раз Мы у тебя просим Помощи Ну пожалуйста Помоги нам Ну что Сложно что ли А вот Походу И подружки Педрушки Вот это Присушай Бабулька Ёшка А что ты Не говорила То что Еще Другие Бабульки Ёшки Существуют И это Твои подружки Да Как я понимаю Бабло Подняла Бабуля Сейчас Можно И тусовки Устраивать Да Господи А че Ж вы все Че Ж вы все Страшные Такие Как Вторая Мировая А Три Красавицы Просто Опа Здорово Бабуля Ты че Жива еще А я Думаю Ты уже Давно Это КП Добрынула Здравствуйте Кошелки Престарелые Я так По вам Скучала Не представляете Даже Заходите Внутрь Че На пороге Развалились А Кто то знал То что бабульки Педружки Есть Я вот Не знал Она Нас В гости Сама Никогда Не звала Мы Сами Всегда Напрашивались Так Ладно Я Отсюда Не уйду Пока Не получу Нужный Мне Ответ Бабуль Подружки Подождут Ответ Где Краф Дракула Ну Давайте Вспомним молодость Потрясем Ляхами Мы Мы Уходим 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 Не, бесполезно, бесполезно. Так, давайте за мной. Не, ну, слушайте, это, с другой стороны, если бы граф Дракула к ней бы приходил в гости, она бы нам 100% об этом сказала, да мы бы и увидели вот это сейчас. А с другой стороны, на кой черт и вот этот граф Дракула? Она богатая женщина сейчас, вот подружек она себе нашла, Тусовки каждый день устраивает Несмотря на то, что бабульке там почти 150 лет Живёт Просто процветает, ладно У нас с вами есть ещё Последнее место Куда мы прям сейчас отправимся Дом маньяка И дом Франкенштейна Давно мы с вами там не были Пацаны, да? Очень давно Но это то самое первое место С чего всё это Началось Если они могли куда-то отправиться То, наверное, туда А если их там нет, тогда я уже На самом деле даже не знаю, где они могут От нас спрятаться Хоть маньяк С Франкенштейном Давным-давно уже здесь не живут Вы-то на самом деле Лишний раз не расслабляетесь там Этот дом проклят И фиг его знает Какие опасности он может себе здесь хранить Вы только посмотрите Какой он вообще огромный Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа И то, что перед нами пошёл дождь, и то, что перед нами прям вот сюда шандарахнула молния, это, честно вам скажу, не самый хороший знак. А ещё и двери забаррикадированы. Погодите, когда мы последний раз были здесь, здесь двери забаррикадированы не были. Но мне-то повезло, потому что в предыдущей серии я в шахте, которая больше не заброшенная, пару кусочков динамита взял. Поэтому за угол прячемся прям. Сейчас, давай, Стёпа, за угол прячься. Сейчас как рванёт, выход-то надо прорвать весь. Мелкий, уши и глаза закрой. И... Хорошо рвануло там, нехорошо, господи. Я что-то даже не думал, что настолько хорошо рванёт. Так, заходите все сюда за мной, проходите вот сюда внутрь. Сейчас тихо. Хотя, какая разница, тихо, не тихо, если я только что дом подорвал. Поэтому без разницы, можете даже себя не тихо вести. Мелкий, со Стёпой направо туда идите, во все те комнаты. А я сюда налево. Есть ли что-то? Увидите или кого-то? В первую очередь, кричите, как резанные. А потом сразу же бегите сюда ко мне. Ну, слушайте, я... Я что-то не знаю. Тут всё полностью заброшено. Здесь даже никого нет. Там было что-то, Стёпа? Пусто. Как на кладбище. Ну, я даже не знаю, хорошо это или плохо. Ну, давайте тогда на второй этаж поднимаемся и медленно за мной. А у меня такое ощущение, то что последний раз, когда мы с вами здесь были, лестница-то разрушена была. И здесь всё-то на самом деле разрушено было. И здесь вообще на втором этаже ничего не было. Скоро моё открытие изменит весь мир. Ещё осталось немного. Немного осталось. Это... Молодой человек-мужчина. Извините, пожалуйста, а вы трёх мужиков. Это... Не, мелкий, не трогай... Не трогай чужие вещи. Это... Вы... Где он? Вы мужиков случайно тут трёх не видели? Один бородатый, другой в маске, а третий граф Дракула с красными глазами. Я в своей жизни много мужиков видел. Но троих вместе таких не было вроде. В последние дни из городской этой тюрьмы сбежали три самых... Вот это... Злот заключённых. Господи! Три заключённых самых опасных сбежали из городской тюрьмы. А это их бывший дом. Тут раньше жил маньяк. Вы случайно... А, белки отойдёте? Он мне сильно не нравится. Он возле тебя что-то крутится. Трёх мужиков видели? За последние несколько месяцев здесь был только один мужик. И это я. Так. Я не знаю, или в этом городе все окончательно в один момент кокнулись на пошку, или я что-то не понимаю. Молодой человек, разрешите вот это у вас поинтересоваться, а какого фига вы вообще здесь занимаетесь? Это... Когда вот этот дом стал вашим помещением? Ещё чуть-чуть. Чуть-чуть. Ещё немного. Господи, я не знаю, чё у вас немного осталось. Я не знаю, чё у вас машина на втором этаже делает. Я в душе не понимаю, чем вы здесь это... Я... Не понимаю, чем, Господи... Чем вы здесь занимаетесь, если три мужика Ещё если три мужика здесь появят... О, аптечку мне выкинул. Мелкий, забери аптечку, пригодится. Если три мужика здесь появятся, позовите нас, пожалуйста. А чё немного-то, кстати, мне интересно? Чё немного? Я занимаюсь здесь тем, что скоро изменит весь мир. Запомните мои слова. Ещё немного. Немного осталось. Так. Ему немного осталось до того, как его в психушку заберут. Вот чё ему немного осталось. Ты за нами не иди. Иди дальше свои исследования эти проводи. Господи, спаси. Кто это? Кто это вообще был? Чё он забыл? Вот это... В доме маньяка. Ядрить, колотить так. Весь город просто с ума начал сходить. Весь город так. Валим отсюда. Если маньяков здесь нет, в этом доме, тогда, пацаны, я даже не знаю, где они могут прятаться. Честное слово. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok